Напишите в чатике, пожалуйста. Хорошо. И еще, девушки, видно слайды? Видно, хорошо. Мы продолжаем с вами серию вебинаров от лидеров. Мой стиль жизни с Арифлейм. Эту серию вебинаров с легкой репу запустила Анна Черна. И у нас уже следует много-много дней. Сегодня пришла моя очередь поделиться с вами своей историей. О том, как я живу в Арифлейм. Что изменилось в моей жизни. Я хочу сказать, что мы все не только с разных городов, правда, но мы все из разных стран. У нас разные успехи и у нас разные результаты. Но что нас объединяет, это то, что мы все рады очень, что мы попали в этот проект, в экспресс-карьера. И мы очень благодарны друг другу за поддержку и хотим еще больше мотивировать себя на еще больший успех. И цель нашей сегодняшней встречи, план, про что мы сегодня будем с вами говорить. Я расскажу, как я пришла в Арифлейм, как я сюда попала, почему я решила сотрудничать с компаниями, за что платить деньги, как работает проект, мы разберем подробно. Третья компаниями, Арифлейм подключал молодежь и что же произошло. И бонус для самых целеустремленных и терпеливых. Для начала мы с вами коммунсом, меня зовут Лилия Васошак, я из Украины. И моя история, как я попала в Арифлейм, очень-очень такая простая. Я хочу сказать, что я целенаправленно не искала работы в интернете. Где-то у меня был такой заложен какой-то такой пунктик, что я хочу что-то поменять в своей жизни, что я хочу чего-то добиться. Но целенаправленно искать в интернете работу я ее не искала, потому что мне было как-то сложно. Я с интернетом очень не дружу. Мне кажется, что если я что-то напишу в интернете, это целый мир все увидит и на меня нападет сразу. Я интернет, как-то так для меня был, только что-то поискать, что-то найти. И в интернет я попала, в экспресс-карьеру, интернет-проект я попала благодаря своей сестре родной, которая меня зарегистрировала. И все, на этом моя участь в интернете, интернет-проекте закончилась. Но потом я видела, как она работала, и она очень этим гордилась. И меня это просто заинтересовало. Для начала я очень была так... Она об этом рассказывала, так, знаете... Но она очень хвасталась тем, что она хочет чего-то добиться. И меня это просто поразило. Мне было интересно, что же это за такой проект, почему она в нем так участвует. И я... Где-то прошло полгода, наверное, и я начала интересоваться поближе этим интернетом, интернет-проектом, и меня это просто заинтересовало. И вот так вот я попала в этот проект. Поэтому хочу сказать девушкам, что те, которые даже... Ну, жизнь нам дает разные шансы. И она стучится к нам с разных сторон. То есть я не получала никакого сообщения с интернета. И у меня, скажем так, я попала в интернет благодаря своей родной сестре. Так что каждый из нас может прийти в интернет, интернет-проект по-разному. Не должно быть, что кто-то нам прислал сообщения в одноклассниках. Я даже не была до этого момента зарегистрирована в одноклассниках. Я даже не думала никогда, что я попаду в интернет-проект. У меня такой мысли, у меня такой мечты даже не было. Но тем не менее я в этом проекте. И я сразу вам покажу, скажу, что я интернет-предприниматель. У меня уже открыто частное предпринимательство. Я показываю вам свой акт, который мне присылает компания каждый квартал. И здесь видно, что фамилия и мое имя в Афишак Лилия предприниматель. И за что мне платят деньги компании. За предоставление усилий. И здесь видно сумму. Вот в правом нижнем углу. Это 48 тысяч гривен. Это есть в гривнах за 3 месяца. Это за 3 месяца. Последние 3 месяца. 2014 года. Такую сумму я получила от пары Арифлейн за проделанную работу. И такой акт получает каждый участник интернет-проекта, который заключил договор с компанией Арифлейн. И сразу я показываю свои доходы. Мы потом с вами поговорим, что компания причинительна на расчетный счет в банке, который вы выбираете себе сами. И это видно сразу в левом верхнем углу. Также моя фамилия и мое имя. И указан банк, Украинский банк. И указана дата, с которого месяца начинается день. И смотрите, что мой доход с апреля по декабрь 2014 года составил 94 тысячи гривен. И я хочу сказать для тех, кто пришел первый раз в проект, что вверху видно, что я, когда пришла, когда зарегистрировалась, когда открыла частное предпринимательство, у меня не было больших доходов. Я за месяц получила, за 3 недели я получила 2,5 тысячи гривен. Это была моя самая-самая первая зарплата. Но потом снова через 3 недели я получила снова 2,5 тысячи гривен. Но потом уже у меня начали доходы расти. И мы знаем, что компания платит также премии за выход на директора. Я хочу показать, что вот здесь обведено кружечком моя первая премия в тысячу долларов, которую я получила и в министерстве. Конечно, она здесь переведена в гривнах, но тем не менее это та же сумма соответственно в тысячу долларов. Это моя первая премия за выход на уровень директора. И здесь снова слайд, на котором у меня мои доходы. Я просто их сделала в двух экземплярах, чтобы вы видели, как доходы возрастают. Если, например, в начале моей карьеры с Алиплайн было где-то 2,5 тысячи гривен, то сейчас уже они просто растут и растут. Потом было 4,5, потом было 5 и уже в декабре я получила 10 тысяч гривен. И здесь вторая моя премия в тысячу долларов, которую я получила в ноябре за выход на уровень директора. И еще такой момент, девочки. Смотрите, мы в Украине платим налоги 5% от суммы дохода. И смотрите, я получила в апреле месяца по декабре 94 тысячи гривен. Налог я заплатила 4 730 гривен. Это за год. Пенсионный фонд также за год это 3 798 гривен. И вы можете посчитать, что, ну, если так заукруглить, это около 9 тысяч гривен я заплатила за все, за весь год. При том, что я получила 94 тысячи гривен. Так что прошу сказать, написать, это много или мало? То есть 9 тысяч гривен, 94 это совсем-совсем немного типа дохода, те налоги, которые мы платим со своих доходов. Это совсем, да, это совсем мало. Если бы я не заплатила этих 9 тысяч, то нормально, то я бы не имела 94, правда. Ну, а теперь я расскажу вам, девушки, что меня потолкнуло работой. Я, как вы знаете, я уже не искала работу целенаправленно в интернете. Но меня это заинтересовало. И я сегодня расскажу, что меня потолкнуло работой. Может, есть кто-то такой, что так же делает, как я. Долго думал, долго сомневался. И я, ну, все-таки я была, я читала все письма, которые писала Аня Черна. И что мне первое запомнилось, это во всех, в конце этих писем было такое слово «снежный полк». «Ваша структура будет расти, как снежный полк». У меня вот это первые два слова, которые мне запомнили. И мне очень хотелось, чтобы у меня была такая структура, которая растет, как снежный полк. Я это запомнила, и оно мне прям врезалось в память. И вот мне очень хотелось, чтобы у меня такое было. Я уже думала, что, ну, во-первых, мне казалось, что это совсем нереально. А во-вторых, почему мне запомнилось, да потому, что я поверила человеку. Если человек такое пишет, значит, он через это пошел. Он это выстрадал, он это изучил, и он говорит уже из своего опыта. То есть я езжу еще на начальном пути, и я этого не могу осознать. Но когда человек говорит уже с высоты своего полета, значит, он уже эти все ступеньки прошел. Почему бы мне и не поверить? Это было первое. Второе – это были наши вебинары. И на одном из вебинаров, я помню, девушка Оксана, она так рассказывала про наш проект. И она говорила, девчонки, у всех получается, почему у вас не получится? И для меня это было вторым таким толчком. Действительно, думаю, почему не должно у меня получилось? Я сегодня говорю для всех вас, что у меня получилось и получится и у вас. Надо просто попробовать, надо просто делать, надо просто верить в себя. Действительно, это все возможно. И если есть сомнения, это нормально. Это есть у всех, но тем не менее нужно идти вперед. И третий полчок – это было то, что я просчитала сама для себя, что возможности дохода в Алиплейн безграничны. Я вот здесь поставила лестницу успеха. Конечно, для меня она очень была на тот момент еще очень далека. Я была где-то там на самом низу и понимала, что для меня уровень директора – это было что-то такое захмаренное. Но, тем не менее, я села для себя и поняла. Я просчитала, что каждый из мыслей будет покупать продукты. У меня есть магазин. Если мы будем на 20-30 баллов, а то и более, покупать. Я просчитала, сколько людей есть в структуре, что это действительно можно заработать. Это никакой не лохотрон, это никакой не обман. Ни кто на меня не хочет нажиться, ни кто меня не обманывает. Я просто должна в этом разобраться сама, принять решение и идти вперед. Вот эти три такие момента в моей жизни, которые сделали то, что я здесь есть в этом проекте и уже открыла звание золотого директора. И поэтому хочу сказать всем, кто сомневается. У вас все получится. Здесь только просто нужно верить в себя. И хочу сказать уже, что снежный ком, да, он есть. Он на вас нападает. Он вас догоняет, действительно. И то, что возможности дохода в Арифлайн безграничны, это также правда. А теперь посмотрим, какие доходы и какие премии выплачивает компания Арифлайн. Компания Арифлайн платит от 3 до 22% на товарооборот. Ну да, 3,6% очень мало. Но это значит, это только начало пути. И что оно означает? Означает то для нас, что наша структура начала работать. Что уже есть у нас активные люди, активные новички, активные лидеры, которые поняли суть проекта. Которые уже в этом разобрались и которые не сомневаются. И это очень-очень хорошее начало. Да, это может быть мало, но старт уже есть. И это неплохой старт. Если мы уже смотрим на 15 центов, что это значит? Это значит, что наша группа, не мы сами, не я сама, а наша вся группа создала товарооборот компании на 3 тысячи баллов. И мы за это получаем около 1800 гривен. Это где-то 7 тысяч рублей. Плюс, а у нас еще есть премия. Это 200 долларов. Смотрите, если мы уже выходим на 18 процентов. И товарооборот наш уже 5 тысяч баллов составляет. Нашей всей структурой, мы помним об этом. Мы получаем более 2000 гривен. И премия это 300 долларов. Но никто из нас не останавливается на 18 процентов. Когда мы уже достигаем, я когда была на 3, я думала, что мне бы хоть до 18 дойти. Говорим с уверенностью, что 18 это не потолок, это только начало. У нас еще есть старший менеджер, у нас есть директор, у нас есть старший директора, у нас есть золотой директор. И вот это уже начинается тот снежный ком. Если у вас уже структура может сделать товарооборот 7,5 тысяч баллов. Значит, лидеры уже поняли суть проекта. Они уже знают, для чего они пошли в проект. Они хотят зарабатывать. Они хотят учить других людей также зарабатывать. И вот за это они уже получают деньги. И вот это уже есть тот снежный ком. Мы научили людей также зарабатывать. Мы научили людей поверить, что это не лохотрон. И вот за директора, если мы выходим на уровень директора, 22 процента, мы получаем тысячи долларов. Но на этом наши премии не заканчиваются. У нас еще есть звание сапфировой, бриллиантовой, исполнительной и вышившей, вы же до самого президента. И что нас ждет? Это финансовая свобода, это пенсионный стаж, это путешествие по миру за счет компании. И это все нужно делать дома, в кругу, в семье. Я думаю, что оно этого стоит. Теперь мы с вами разберем, куда же начисляются деньги. Компания зарегистрирована в Украине, России и странах на семье. Это приблизительно 62 страны, согласно законодательству. То есть мы работаем только в правовом поле, легально. Наши деньги компания перечисляет не на счет с банки, который мы выбираем себе сами. Компания нам не говорит, какой нам банк выбирать. Какому вы банку доверяете, в такой идете, заключаете с ним договор. Потом вы этот договор высылаете компанию, что вы хотите, она вам присылала деньги на этот счет. И мы, если регистрируемся в компанию, мы сразу даем все свои данные. Для того, чтобы компания увидела, что мы серьезные человеки, действительно хотим серьезно работать. А не так просто дверно смешивая. В компании идет трудовой стаж. Мы выплачиваем налог. Ну, в Украине было 5%. Теперь уже с 2015 года у нас 4%. В России, я знаю, пока что 6%. Дохода и пенсионный фонд. Это то, что для того, чтобы потом у нас мы могли жить спокойно. И могли свой бизнес передать по наследству. И теперь мы с вами поговорим подробнее об оформлении. Для начала мы, я уже говорила, мы регистрируемся в компании. И нам компания присылает свой индивидуальный номер. То есть номер консультанта, который передается по наследству. Мы понимаем, что пришли в проект, и мы сразу не можем включиться так, в работу, потому что мы этого ничего не знаем. Нам нужно еще пару месяцев просто попитывать как губ, как всю информацию, чтобы можно было понять, где мы есть, что нам нужно делать. И для этого у нас есть обучение. У нас есть бесплатные школы. У нас есть все онлайн-инструменты. Помните, мы работаем только в интернете. И здесь только мы учимся, только онлайн. Также мы не сразу оформляем частное предпринимательство. Мы ждем до того уровня, когда у нас уже будет доход такой более-меним, чтобы мы могли с него заплатить и пенсионный фонд, и налог, и еще оставалось что-то для нас. Это где-то 15, 18 или 22%. Это уже каждый решает сам для себя, с какого уровня ему открывать частное предпринимательство. Когда мы уже заключаем договор с компанией и получаем свои заработанные деньги каждые 3 недели. До того, как мы откроем частное предпринимательство, наши деньги, которые мы зарабатываем в компании, и наши все премии, они идут на наш вот этот индивидуальный номер, который присваивается нам с самого начала. И это очень выгодно, потому что мы с вами можем платить с него за заказы. Мы делаем себе заказ, и получается, что мы за заказ платим только половину суммы. Это очень выгодно. И потом уже, когда мы уже заключаем договор, дети идут на наш расчетный счет, и мы можем себе их снимать или вложить на депозит. Это уже кто-то к себе решает, как ему будет выгодно. Теперь мы с вами поговорим, как же все это работает. Смотрите, вот в компании Ariflame есть такое хорошее выражение, что ваши мечты – это наше вдохновение. Это действительно так. Смотрите, я когда хотела понять, как же работает Ariflame, интернет-проект, почему он заинтересован в том, чтобы воплачивать нам немалые деньги. Я сама для себя нарисовала такую схему. Может быть, кому-то она пригодится. Смотрите, у нас есть компания Ariflame, которая хочет быть успешной, но она сейчас такой и есть. У нее есть много фирм, заводов, много ученых, экспертов, центров исследования, которые все тестируют эту продукцию, которые их изготовляют, которые хотят, чтобы ее продукция пользовалась большим успехом. То есть они вкладывают в это много денег. И они понимают, что если у них будет продукция качественная, значит ее будут люди покупать. На выходе у нас есть уже продукция компания Ariflame, которая протестирована, которая имеет высокое качество, которая прошла через руки многих экспертов и многих ученых. И теперь компания Ariflame, она все же не заинтересована в том, чтобы ее продукция лежала на складах. Правда. Она заинтересована в том, чтобы эта продукция попала в руки людей, которые хотят им пользоваться, которые хотят быть прекрасными, которые хотят сделать свою жизнь лучше, которые хотят иметь в сумочке все-все, то, что любит женщина иметь. И поэтому вот бизнес-партнеры – это, я так называю, это наш интернет-проект, экспресс-карьер. Мы находимся вот посерединке между продукцией и между потребителями. То есть мы создаем в компании товарооборот. Мы с компанией заключаем договор и пользуемся ее продукцией. Но мы не только пользуемся продукцией компании Ariflame, плюс то, что она нам дает скидку минус 18%. Мы еще создаем, мы еще призываем других людей также пользоваться этой продукцией. Но не только пользоваться, не только быть потребителями и все. Мы еще учим их также быть бизнес-партнерами компании Ariflame. То есть мы хотим их также научить, чтобы они создавали немалые товарообороты для компании Ariflame. И если мы научим людей, то есть 2, 3, 5, 10 человек, которые также захотят быть бизнес-партнером из компании Ariflame, создавать ей товарообороты, и продукция Ariflame будет расходиться с большой прогрессией. Мы же попомним, что мы работаем во многих странах, и наш интернет-проект зарегистрирован во многих странах, то товарооборот у компании будет вживательный. И я так понимаю, что компания Ariflame будет довольна нашим результатом. И я хочу теперь спросить девушке вас, скажите, компания Ariflame, она заинтересована платить своим бизнес-партнерам большие деньги за то, что мы создаем ей такой парооборот? Я думаю, что она, да, она не тратит на рекламу деньги, она готова платить людям нам свои деньги, потому что эти деньги к ней вернутся, потому что тот успех, который приходит в компанию Ariflame, действительно это есть вдохновение для компании Ariflame еще делать больше качественные продукты, придумывать какие-то новые и новые для нас новинки, которые подходят любым женщинам, любым возрастам, и много придумывать аксессуаров, чтобы мы чувствовали себя в этой жизни действительно прекрасно. Это тот успех, который действительно вдохновляет компанию, но потом это же возвращается к нам, потому что если компания придумает какую-то новинку, и она запустит ее в процесс, мы готовы эту продукцию снова же-таки покупать, опять находить людей, опять им это предлагать, и вот этот процесс, вот этот круг, вот эта кола, она действует в обе стороны, и для нас, и для компании Ariflame. Это все очень-очень просто, это все действительно работает, просто нужно понять эту схему так по-простому, без всяких экономических излишек или что-то такого. А теперь, девушки, поговорим о том, мальчики, что же нужно делать, чтобы компания Ariflame платила нам деньги и немалые деньги, что же для всего этого нужно. Это первое, искать партнеров в сети интернет. Я думаю, что все мы умеем пользоваться одноклассниками, контактами, фейсбуком. Там, где есть скопление людей, которые сидят, часто играют в игры или пишут, переписывают их в группах. И это совсем несложно предложить человеку, который заинтересовался вашим предложением о работе. Написать ему суть проекта, что мы делаем, как. Просто в двух-трех словах ему это все объяснить, тому человеку, который этому заинтересовался. Притом мы сидим дома в своем компьютере, за своим любимым столом и никуда не бежим, никуда и не идем. Второе, что нужно делать, это обучаться. Действительно, потому что для того, чтобы рассказать о продукте, нужно о ней немного знать. И мы обучаемся, вот здесь видно, 20 часов в 365 дней. Почему? Потому что у каждого из нас мы живем в разных городах, в разных странах, и через свои поясы у нас разные. Но, тем не менее, у нас есть скайп, у нас есть чат, у нас есть электронная почта, куда приходят информации, и мы можем в любой момент, если нам что-то нужно спросить, и нам ответят, и объяснять то, чего мы не знаем. Поддержат нас те, кто уже больше знает нашего. И третий, это личное пользование. Я уже говорила, что мы меняем магазин, мы пользуемся продукцией Арифлей, и мы не только пользуемся, так, дня от 1, мы действительно понимаем, что плюс еще в том, что у нас свой есть интернет-магазин. Вот тот номер, который нам присваивает, у нас есть еще свой вход в личный кабинет компании Арифлей, и с этого кабинета мы делаем заказ. Куда бежать не нужно, ничего. Нужно делать просто, это занимает 5-7 минут, это полистать каталог, что я очень люблю делать, это листать каталог, можно по 2-3 раза на день, выбирать себе любимое, что-то прекрасное. И заказать себе, и потом этот товар пойти, через 2 дня забрать. Или можно заказать себе доставку на дом, и вам его унесут. Также можно оплатить этот заказ в интернете, или во многих терминалах, которые уже много терминалов, во многих магазинах они уже есть, и можно просто заплатить за этот заказ. Очень просто и удобно, и тем более без комиссии. Наше личное пользование мы создаем тем самым в компании товарооборот. Для начала это может показаться каким-то странным, но потом вы уже входите, вы уже чувствуете все преимущества вашего интернет-магазина. И действительно у вас уже появляется желание покупать только в компании Reflame. За некоторое время вы уже сможете изучить все продукты компании Reflame, что вам подходит, что не подходит, вы можете выбирать себе то, что вам по вкусу, то, что вам наиболее нравится. А компании 2000 нанименований, так что я думаю, подойдет самому-самому, знаете, избалованному человеку, который хочет только самого лучшего. Вот смотрите, посерединке здесь выглядит наш рабочий кабинет. Это ноутбук или компьютер, и мы можем общаться и на электронную почту высылать обучение, и мы можем искать людей в интернете. То есть мы все делаем с компьютера. Мы обучаемся через вегинары. Я думаю, что мы все умеем, знаем, что такое YouTube, мы можем посмотреть какие-то уроки, работать в команде, обучаться. Я думаю, что мы можем написать в скайпе свой вопрос и спросить девочек, что и как. Я думаю, что пользоваться социальными сетями мы умеем все и контакты, и Facebook, и Одноклассники, мы умеем зайти в рейте, мы умеем написать сообщения, мы можем сидеть до двух, до трех часов ночи, играть в игры. А если мы будем понимать, что мы работаем, и за это нам платят плареньки, то я думаю, что сидя до часа ночи, это будет полезнее, чем просто играть в игры и в спорт. Я думаю, что пользоваться электронной почтой мы умеем все. Если даже нет у кого-то электронной почты, или заходит на нее раз в году, то создать электронную почту не составит никакой проблемы. Это 5-10 минут. И пользоваться электронной почтой, открыть письмо и прочитать, что в нем есть, или отослать его еще кому-то, или что-то написать, это не составит никакого труда. Тем более у нас есть видеоурок, и так все это делается. Здесь бы было просто желание работать. Я думаю, это тоже не проблема для каждого знака. Если даже его нет, 5-10 минут его скачал, восстановил и все. И просто добавить друзей и писать сообщения. Это здесь тоже ничего-ничего сложного нет. Так, наша экспресс-карьера. Что же это такое? Это никакой продажи, это только личные пользователи. Это работа полностью в интернете, простая и интересная. Это свободный график. Это действительно сам себе начальник. Я встала рано, вы видите, что я уже на работе. Это возможность совмещать с любимым ритмом жизни. Это поначалу, если вы еще ходите на основную работу. Если есть дети, вы можете их отвезти в садик, или в школу, или таки с ними погулять, и потом уже сеть работать. Или есть у вас еще какие-то социальные проекты, то, чем любят заниматься, спорт или что-то такое. Или если вы сова любите долго спать, или вы любите быстро утром вставать, вы сами выбираете себе тот ритм работы, который вам подходит в сам рак. Карьерный рост и пассивный доход. Мы растем, мы не останавливаемся на том, что мы директор и часов. Мы растем и растем дальше. Это первое наше желание. Я хочу быть директором. Но когда мы уже чувствуем этот вкус директора, мы уже хотим быть чем-то больше. Это золотой директор, это уже сапфирова директора, и так далее, и так далее. Вот это карьерный рост. Пассивный доход – это то, что мы уже, выходя на уровень золотого директора, мы получаем пассивный доход. Это вот тот снежный девушки, который уже просто идет, даже если вы ничего уже не делаете. Бесплатные высококачественные обучения. Девушки. Действительно, если мы платим за что-то деньги, это не значит, что оно лучше. Это просто хороший бренд, на котором люди и зарабатывают деньги. А у нас это бесплатное обучение. Просто нужно его захотеть, и нужно во всем разобраться. Потому что то, что написано очень громкими словами, еще не значит, что вы все это поймете, и что оно принесет вам пользу. У нас официальная деятельность. Мы заключаем договор с конкурсом. Поэтому мы регистрируемся и вносим все свои паспортные данные. У нас высокий доход и плюс премии, о которых я уже говорила, что выходя на уровень золотого директора, мы получаем премию. И также, если мы на 15, на 18 центрах, мы также получаем премию. Мы путешествуем с компанией Ariflame за счет компании. Это вверху слева, это банкет директоров, который проходил в 2014 году в Киеве. И это наша команда Экспресс-карьера. Нас уже так много. Этот банкет проходил в Киеве и действительно за счет компании. Это для всех директоров и вышек. Золотая конференция будет проходить в этом году в Валенте. Это Испания. Это едут те на эту конференцию, кто уже закрыл золотого директора. И есть бриллиантовая конференция, которая проходила в Сингапуре. И сегодня наша Анна Черна, которая была на этой бриллиантовой конференции, она уже сегодня возвращается в Украину. И вот эти такие подарки, которые компания дарит для тех, кто работает с ней, кто с ней сотрудничает и кто действительно показывает, что он готов делать больше и больше и больше. кто тратит на это много своих сил, много своей энергии. И компания хочет таким способом просто сказать свое благодарное, свое спасибо за труд. Таким образом, вынаградить еще больше тех людей, которые сотрудничают с компанией Ariflet. А теперь я расскажу о том, что же произошло со мной, когда Ariflet постучал в мои двери, девочки. Это я так расскажу о своих таких внутренних изменениях. Есть и внешние, и покупки, и поездки, но я хочу более остановиться на своем внутреннем мире. Почему? Потому что это, в общем-то, это очень долгий процесс, скажем так, для меня. Но я понимала одно, что если мы хотим жить по-новому, тогда нам нужны новые знания, новые навыки и новые действия. Мы помним такую поговорку, что старые бурбики не наливают новое вино. Новое вино нужно для новых бурбиков. И когда пришла в проект и уже решила, что я хочу все-таки зарабатывать, я хочу быть в этом проекте, я поняла, что нужно делать что-то такое, чего я не делала до этого. Для того, чтобы мои мысли были пропитыми той информацией, с которой я хочу работать. И так, я изучала мысли богатых людей. Я подписала книжную расстройку, я искала где-то группы таких, кто еще такое изучает. Я читала книги. Я знаю, что мы все, особенно интернет-справец-справец-карьера, знают про Клинца Севича и Страха. Я была на его онлайн-вебинаре одном и подписана также на его рассылку и прочитала много-много его книг. Я выписывала себе то, что мне нравится. Ну, иногда я выписывала то, что мне не подходит. Я выписывала это и потом сама себе вызывала вопрос, почему мне это не подходит, почему мне это не нравится, что такое. Потом много-много в книгах искала того, что могло бы подтвердить или опровергнуть мои страхи. еще то, что я изменила свое отношение к деньгам. Я не знаю, какое у вас, девушки, отношение к деньгам, но я как-то так, деньги где-то там, я оттуда, их было у меня не совсем много, много долгов и кредитов. И мне почему-то, я почему-то так относилась к ним, что они какие-то грязные и от них одни беды, скажем. И потом, когда я уже изучала мысли богатых людей, как они этого достигли, что для них самое важное, я начала понимать, что деньги тут, здесь ни при чем. В общем, играет то, как я к ним отношусь. И это было очень-очень такое мощное мое сознание, что я начала менять свое отношение к деньгам. И хочу сказать, что это играет свою роль. Это очень-очень важно для того, чтобы нужно двигаться вперед, чтобы идти и не останавливаться, не зацикливаться на своих ошибках, на каких-то проблемах. Нужно просто поверить в себя и нужен просто позитив. Если у нас много негатива, мы хотим, чтобы было солнечно и радужно вокруг нас, так должно быть в нашем сердце много радости. И тогда вокруг нас мы ее просто будем замечать. Она просто будет появляться в нашей жизни. А теперь поговорим о том, как я научилась мечтать. Я не знаю, как мечтаете вы, но я где-то мечтала еще в школе, потом где-то так в университет. И что-то дальше о своих мечтах я ничего не помню. А вот придя в проект, и вот действительно на каждом вебинаре говорили о мечте. Для меня это было очень-очень далеко. Но, тем не менее, сейчас я могу действительно себе это позволить, эту роскошь просто помечтать. И это такое ощущение, если бы вы просто открыли окно и позволили солнечным лучам быть согре... чтобы они вас согрели, чтобы вот просто свое личико под их солнечные лучи просто поставить, и чтобы они вас согрели. Вот это такое ощущение. Это просто вот дать свое согласие. Это не так-то и просто. И действительно, мечта зажигает, вдохновляет, и ты готов горы свернуть. Я хочу сказать, что в Арифлэйм действительно та работа, она дает позитив, она заряжает настолько, что глаза горят, горят, и ты хочешь еще, 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 и ты мечтаешь о многом, о многом, о многом. И это вселяет в тебя веру. Действительно, ты чувствуешь себя жизнерадостно, ты чувствуешь себя таким, каким-то вдохновляющим других людей. Уже этого такого понурового какого-то состояния нет. Действительно, Иска когда-то говорила, что мечта и так, чтобы горели глаза и достигнешь многого. И я хочу сказать, что это действительно так. И мечта, это нерасстремленно связано с целью. То есть, если мы мечтаем, сразу же должна быть, следовать за этим целью. Такого не было. Была когда-то мечта, а цель, а цель, была у меня такая, однодневная цель, теперь я хочу сказать, что я, не могу сказать, что я научилась так на 100%, но я учусь ставить цели. И для меня сейчас это не имеет никакого значения, какие внешние обстоятельства. Вот на этом вверху слайдик, действительно, вот какие бы грозы сверху не были, у меня есть цель, я точно знаю, куда ее направить. И еще то, что дает проект, это для меня, это почва, на которой я стою. Я ногами стою уверенно, я чувствую фундамент, подрагаю, почву, я, меня не, как вам, объяснить, меня не считают, с одной стороны, в другую сторону. Я могу твердо стоять на ногах, потому что я знаю, что я в компании зарабатываю, я могу себе позволить многое. Вот это уверенность в себе и уверенность в своей команде. За тобой люди, которые тебе поверили, и эта уверенность в себе дает тебе много-много сил, она тебя действительно вставляет. И это такое чувство, которое не допускает внутри сомнений. Ты просто уверенно идешь вперед. И если даже другие сомневаются, когда вы приходите в проект, много родных могут сомневаться, что ты ничего в этой жизни не сделаешь, этот проект глохотрон, ты ничего там не добьешься. Так вот, проработан в этом проекте, ты уже видишь цель жизни. Даже если много людей в тебя не верят, для тебя все равно это имеет какое-то значение. И ты, вот тот цветок, он прорастет, потому что ты имеешь веру. И это такое, чувство, что ты зажигаешь не только себя, но и зажигаешь много-много людей, которые идут за тобой. И действительно, цели у меня были сначала такие, однодневные. Цели то, 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 то. А теперь я уже в этом году я на Новый год прописывала себе, что я хочу достичь, чего я хочу достичь. Вы попробуйте это сделать, потому что я сначала у меня были, где-то полгода назад я писала. Это были такие скупые слова, скупые выражения. Я боялась даже на листке бумаги написать то, чего я хочу. Мне казалось, что это совсем-совсем невозможно. Но послушав несколько тренингов, мегатренингов, я решилась в этом году на Новый год, выпив шампанского, я решила написать все то, что я хочу дать. это благодаря работе в проекте «Экспресс карьера». Теперь я сменила свое отношение к «Арифлейм». Я открыла для себя очень классный «Арифлейм», очень интересный и не такой, который мы знаем. Я каждый раз дописываю себе что-то еще. Сначала было где-то два-три таких выражений, сейчас у меня их уже несколько. Я думаю, еще за полгода я допишу много-много того, чего я с каждой стороны открываю для себя «Арифлейм» совсем-совсем другой. Поначалу это было для меня великолепное косметико. Она действительно есть великолепная, ее действительно много, и можно выбирать, и выбирать, и выбирать. Я уже говорила, что мне нравится листать каталог по два-три раза и каждый раз выбирать что-то новое. Потом для меня это было финансово невыносимое. действительно зарабатывание денег. Мир красоты. Я для себя купила много аксессуаров и много бижетариев компании «Арифлейм». Это не только кужин, не только помады, не только парфюмы. Это разные сумочки, это разные плачи, это много аксессуаров таких, и я их могу каждый день менять, каждый день одевать что-то новое и с гордостью говори, что я это купила у себя в интернет-магазине. Да, это моя любимая работа, это то, что я люблю, то, что мне нравится, то, что дает мне рост, то, что в чем я не только работаю, но в чем я себя совершенствую. Уверенность в себе, действительно, ты уверен, потому что ты знаешь, что ты делаешь хорошую работу, ты никого не обманываешь, ты ведешь за собой людей, и действительно это уверенность у тебя все получится. Учительная команда, я действительно благодарна, у меня хорошая команда, классные девчонки, и это действительно классно, когда ты радуешься за их успехи. Я так за себя не радовалась, когда вышла на директора, но когда вышли мои девушки, закрыли директора, я была настолько рада, я мне буду передать, как это рада. интеллектуальное развитие, действительно, это я перечитала много книг, я послушала много тренингов, много вебинаров, и каждый индивидуальный по-своему, ты что-то берешь от других и открываешь для себя, ты как будто ты это знаешь, ты как будто это читал, это где-то ты уже слышал, но если это говорит один, второй, третий человек, может быть, я попробую. служение людям, это действительно хорошо, когда вы помогаете другим все-таки заработать деньги, все-таки найти свою любимую работу, занять свое место в проекте и быть кому-то полезным. Вот действительно это ощущение, что ты не только зарабатываешь сам, но ты еще учишь других людей, чтобы они так же поверили в себя, чтобы они так же захотели зарабатывать, так же хотели работать, так же хотели быть уверенными в себе и так же хотели назвать Арифлейм, что это их любимая работа. Это мечты сбываются, это действительно так, и путешествия. Вы можете себе запланировать любое путешествие и вы знаете, что или за 2-3 месяца поработав в интернет-проекте вы сможете ее, это путешествие, вы можете путешествовать, то есть вас ничего не держит, вы не должны спрашивать начальника, когда вам идти в отпуск, чтобы поехать, если бы запланировали, взяли ноутбуки, поехали, и это действительно очень-очень классно. Вот такой Арифлейм я открыла для себя. И я резюмирую то, что я сказала, вот Арифлейм постучал в мои двери и что же произошло. Я снова мечтаю этой девочке здорово, я научилась ставить цели, я изменила свое имение один раз, я открыла для себя новый и классный Арифлейм, я, у меня много друзей, я живу без долгов и кредитов, и это очень-очень классно. Теперь я расскажу, куда я была уже с компанией Арифлейм. Это банкет директоров Киви, 2014 год, где я ездила, и это новый год в компанию, это город Львов, 2014 год, это квартальный форум, западный регион, и здесь меня поздравляли за то, что я вышла на старший менеджер и директора, и мы в таком большом ресторане праздновали Новый год, и вот это наша компания экспресс-карьера, в которой мы были все вместе на этом форуме и встречали Новый год. Это действительно незабываемые ощущения, и я думаю, что это не первый мой Новый год в компании, и не первые путешествия с компанией. И так, мои премии в 2015 году. Я получу премию за закрытие старшего директора, это полторы тысячи долларов, и за золотого директора в мае я получу премию в две тысячи долларов. И мои цели на 2015 год это старший золотой директор и открыть сапфирового директора. Это такие мои цели, я знаю, мне нужно больше работать, мне нужно больше энергии, больше отдачи, но я знаю, куда я иду, за что я работаю, как мне это сделать, и я хочу спросить вас, как у меня получится, я уверена, что я должна этого достичь, у меня это получится, действительно, и я думаю, пройдет немало времени, я вам расскажу, какие у меня цели уже будут на наступный год. и теперь девушки, когда будем пить кофе, я знаю, я очень люблю пить кофе и мечтать, вот, вот это для меня, поэтому я советую вам взять чашечку кофе и просто помечтать, просто подумать, что, что такое наш экспресс-карьер, вот этот наш интернет-карьер, это кругу семьи, это раз, это общение, два, это доход без ограничений, это поездки в классические страны, личностный рост, пассивный доход, это помощь другим, это вы передаете бизнес по наследству своим детям, девять, с гибким графиком, ну и плюс, без движений, без начальников и без продаж. Девушки, это просто классно, так что даем кофе, пьем, думаем и решаемся работать в то еще на снижение. А теперь я спрашиваю каждого из вас, если хотите добиться успеха, задайте себе эти четыре вопроса. Почему? Почему я не хочу работать? Почему? Что меня останавливает? Почему бы и нет? Почему бы и не я? И почему бы и не прямо сейчас? Эти четыре вопроса, они как бы одинаковы, но они подходят к каждому человеку с разных сторон. Вот просто кому-то подойдет одно слово почему, а кому-то просто почему-то и не я, действительно, у всех получается, почему у меня не получится. Ну, а для тех, кто уже решил работать, но что-то его останавливает там, то не сейчас, то не почему бы прямо не сейчас. И раз я решил, значит, я просто беру и это делаю. Все, нету никаких уже оговоров, я назад не оборачиваюсь, я просто иду вперед. Я прямо сейчас это решил, я это могу, уверенность. Ну, а теперь бонус для тех, кто целеустремленно ходит на вебинары, кто сегодня заслышал до конца, кто был терпеливым. Для каждого, кто зарегистрировался в нашей компании, у нас есть готовый сайт для работы. Это каждому активному проекту. Это сайт профессиональный, наполненный, партий. Там уже ничего не нужно делать, ничего не нужно писать. Просто получаете сайт активный, который сделал активационный заказ, у которого еще нет этого сайта. Чтобы его получить, вы обращаетесь к своему кто зарегистрировался, к своему спонсору. И анонс на завтра, 2 февраля. У нас будет вести вебинар Дерелина Татьяна, она золотой директор, так что встречайтесь. Встречайте, она поделится с вами свои истории, расскажет вам о своем успехе, будет мотивировать вас на еще больший успех. Всем спасибо за внимание, за то, что были на вебинаре. И хочу пожелать вам, чтобы в скором времени у вас были большие доходы, у вас были все ваши мечты, у вас было много-много целей, и чтобы они были не однодневные, а так как-то где-то на год, самые меньшие. так что берем ручку прямо здесь, карандаш или фломастер, я не знаю, с чем вам больше нравится писать, и пишем свои цели, пишем свои мечты. Я хочу, чтобы они у вас были. Всем до свидания, спасибо за внимание, и до новых встреч. субтитры